Друзья, здравствуйте! В этом видео я обращаюсь к лидерам компаний, к собственникам и руководителям компаний. В период турбулентности команда чувствует себя намного спокойнее, когда с ними сильный лидер, эмоционально сильный лидер, который способен свое эмоциональное состояние корректировать и управлять им. В последнее время наша жизнь достаточно турбулентна, ну а в последних ситуациях мы на пике неопределенностей, на пике каких-то таких резких изменений. И сейчас у лидеров компаний непростое время, собственное эмоциональное состояние очень часто где-то тоже дает сбои. У лидеров компании очень много переживаний за свой бизнес, за финансовые обязательства, за свою команду, за благополучие и здоровье свое и своих семей. И все-таки на лидеров большая ответственность не скидывать свои эмоции на младших, а поддерживать их и помочь людям, которые более слабые по рангу, по возможностям, по своему какому-то статусу, финансовым возможностям, по силе духа. Очень важно справиться с этим состоянием страха, паники и тревожности. Я Наталья Сафронова, я бизнес-тренер, коуч, я предприниматель и в прошлом я руководитель. Я очень хорошо понимаю, что переживают люди, которые владеют компаниями и которые управляют компаниями. Также я хорошо чувствую людей и чувствую их эмоциональный фон. И я также знаю, что сотрудники и подчиненные, они весьма зависимы от мотивации сверху, от поддержки сверху. За последние пару недель я пообщалась с руководителями и сотрудниками разных компаний. И я заметила, что очень многое зависит от настроя лидера. Если лидер задает своей команде поддержку, он проявляет и высказывает свою готовность менять привычные бизнес-процессы, он поддерживает людей морально, то в этих командах и дух сильнее. И те компании, которые живут на страхе, знаете, они вот как-то даже пахнут по-другому. Вот, например, в некоторых компаниях лидеры совершенно другую позицию занимают. Они эмоционально сами захвачены, и то, что они делают, например, сокращение сотрудников сопровождают фразами, что вот лучших мы оставляем, от балласта мы избавляемся. Ну и можете представить, какой эмоциональный фон распространяется по этой компании. Даже те, кто остались, они в любом случае находятся в беспокойстве большом. Где-то, может быть, они примеряют этот страх, что и от них также могут избавиться. То есть лидеры захвачены эмоциями, даже слова они могут подобрать для того, чтобы ту оптимизацию, которую они задумали, провести ее экологично. И одно из моих бизнес-направлений, вообще бизнес-тренингов и консультирования, это работа с управлением эмоциями, работа с мотивацией команды на фоне эмоций. И я знаю, что энергия компании, она зависит от того эмоционального фона, которые есть сейчас у людей в данный момент. И сейчас компаниям как раз нужна энергия легкого движения, легкого разворота, легкой гибкости, легкой подвижности. Но если лидеры компаний наполняют свои же компании негативными эмоциями людей, провоцируют их на это, то тогда компания рискует быть очень такой неповоротливой, очень статичной и очень негибкой. Вот поэтому лидерам компании сейчас я знаю, что непросто и все-таки на вас большая ответственность не только за тех людей, которые с вами, но и за ваш бизнес и за вашу компанию. Какой энергией вы это наполните и какое зададите направление в этом движении. Я, собственно, что хочу в этом видео сказать. Я хочу предложить лидерам компаний несколько способов того, как можно самих себя поддержать в эти непростые времена. И таких способов, таких базовых направлений поддержки их три. Первое, что я предлагаю, это сфокусироваться на себе и восстановить собственный контакт с собой. Потому что когда в данный момент очень много быстро меняющихся событий вовне и волей-неволей мы фокусируемся на том, что мы анализируем внешние события, мы в них погружаемся, мы их изучаем и таким образом выпадаем из состояния быть в контакте с собой. Мы переходим своим вниманием в так называемый круг забот. Мы больше фокусируемся на тех ситуациях, на которые мы не можем повлиять, мы не можем их изменить. Но наше внимание захвачено именно этими ситуациями. Очень важно в эти моменты возвращаться к себе и разговаривать где-то внутри с собой, со своими мыслями. Не просто этот мысленный диалог оставлять его неконтролируемым, он у всех есть. Очень важно замечать его. Предлагаю такую практику центрирования. Ее можно делать пару раз в день, утром и вечером, по необходимости даже в дневное время. Она не сложная. Я предлагаю вам просто выделять себе, может быть, таймер засекать на 15 минут времени и просто на бумагу выгружать все ваши мысли, переживания, ваши беспокойства, сомнения, страхи, надежды, опасения, идеи. Вот все-все-все, что есть у вас в этой внутренней словомешалке, нужно выгрузить на бумагу. Что происходит? Таким образом происходит диссоциация вас и ваших мыслей. На самом деле вы не то, что вы думаете. Ваши мысли захвачены сейчас той ситуацией, которая происходит. И когда вы выгружаете эти мысли на лист бумаги в свой дневник, то вы можете уже со стороны на это посмотреть и можете себе самому дать нужные советы в этот момент. И вопросы могут быть следующие, которые помогут вам правильно развернуть ваше мышление. На чем мне сейчас сфокусироваться в первую очередь? С чего мне начать? Если бы это было сигналом к продуктивному действию, то какое бы это действие было? А также можно примерить на себя роль или спросить ментально совета у какого-то персонажа или какой-то личности, которая у вас ассоциируется с сильной личностью, с победителем, который мог бы вам... Ну вот из его, скажем так, системы координат, что бы он вам посоветовал? Вот. И когда вы поработаете вот этим своим мысленным объемом, эмоциональным собственным объемом, то у вас могут получиться ответы на какие-то вопросы, а также могут сформулироваться некий список вопросов, которые бы вынесли вы на обсуждение с командой единомышленников. И вот следующий способ, который я вам предлагаю, второй способ, это не оставаться одному, не замыкаться на себе одном, формировать команду единомышленников. Кто те люди, которым вы можете доверять? Кто те люди, которые готовы оказать вам поддержку? Кто ваша стая, которая поддержит вас в этой ситуации? С кем вы можете быть откровенны? И вот такой, может быть, это будет узкий круг людей, вам нужно с ними собираться и делать это регулярно. И очень важно вот это общение формировать, ну вот, скажем так, несколько кругов. Ну не то, что важно, а один из способов, да, который вот может работать на поддержку. Первый круг, когда каждый высказывается о тех своих сомнениях и беспокойствах, которые у них есть. И вы привносите свой список вопросов, а люди приносят свой список вопросов. Каким-то образом вы это фиксируете, как единое поле размышлений. Допустим, кто-то это все фиксирует. Следующий круг, когда вы просите накидать решение. Да, вот мы видим, у нас есть визуальный список тех вопросов, которые мы накидали. И можно на каждый пункт поискать решение. То, на что не видите решение вы, может увидеть кто-то из ваших единомышленников и наоборот. Таким образом получается перекрестный такой ментальный или мозговой штурм, когда люди могут предлагать идеи и варианты. Ну и третий круг, это уже из того, что наработано. То есть, да, из этого списка, может быть, какие-то пункты будут найдены решения. Или как минимум предлагать какие-то эксперименты в этом. А какие-то пункты могут остаться пока за кадром. И, допустим, вы их просто подвешиваете на подумать. Потому что, если нет сейчас решения, то оно может прийти позже. И третий круг обсуждения, вот те вопросы, которые нашли решение или какая-то гипотеза появилась, его переводим в план действий. Вот эти моменты переводим в план действий, согласовываем его и уже дальше впускаем в производство, как говорится. И очень важно этот план действий не очень дальний делать. Вот на ближайший день-два, что мы можем сделать быстро. И потом мы собираемся снова и делаем это регулярно. Вот, кроме того, такие встречи я рекомендую делать с двумя фокусами. Вот в это турбулентное время есть очень высокий риск того, что лидеры компаний, собственники, руководители уходят всем своим вниманием в оперативку. И это оправдано, потому что нужно разрулить очень много каких-то вот таких текущих проблем, чтобы компания осталась на плаву. Но, тем не менее, нельзя забывать о стратегическом фокусе. Поэтому вот такие кружки единомышленников можно делать как с фокусом на оперативные задачи, так же встречаться хотя бы один раз в неделю для того, чтобы подумать о стратегии. И сейчас специалисты выделяют два основных таких тренда. Первое то, что ключевые ниши, которые были освоены, во многом теряют свою актуальность. И новые ниши находятся на стыке каких-то освоенных ниш. И очень важно пронаблюдать за этим, прогнозировать, гипотезы выдвигать, какие вообще ниши начинают скрещиваться, где вообще мы можем приложить свой ресурс. И примерять вот эти, скажем так, экспериментальные какие-то варианты, примерять на свою компанию, как мы своим ресурсом можем освоить эти ниши. И второе, что возникает, второй тренд, это резко повышается, как и в общем-то в кризисе это бывает, договороспособность людей. Сейчас очень хорошее время пересмотреть многие договоры и контракты на более выгодных себя условиях. И тоже вот в эту сторону имеет смысл стратегически посмотреть. Вот, поэтому два фокуса вот такой встречи, да, оперативка и стратегия. И третий способ, который поможет лидерам поддержать своих людей в команде и в общем-то и себя тоже в этом поддержать, это выходить в прямые эфиры. Сейчас такой важный тренд, что перекоммуницировать намного лучше, чем недокоммуницировать. Я, как тренер сопровождающей компании в долгую, вообще знаю о том, что и так-то в коммуникации есть большие разрывы. Люди не совсем, вот в иерархических компаниях особенно, не совсем идет четкая коммуникация, не совсем передается достоверная чистая информация. А что говорить сейчас? Сейчас есть такое, знаете, желание, может быть, у лидеров и руководителей замкнуться и где-то отстраниться от своих людей. Но это неэффективный способ. Сейчас как раз нужно быть открытыми и больше коммуницировать своими людьми. Если вы оставляете вот эти зазоры пустоты информационной, то люди будут сами ее додумывать страхами, домыслами. А еще и все вот в этих средствах массовой информации залипают. Вы знаете, что там делается все, чтобы выбить почву из-под ног. Очень мало такой, знаете, жизнеутверждающей информации мы слышим из средств массовой информации. Поэтому, дорогие лидеры, вы те, кого ваши люди знают, вы те, кому ваши люди доверяют. Выходите в эфиры и информируйте людей о ваших планах, о тех экспериментах, о тех гипотезах, о том видении. О тех фактах, которые вы сейчас наблюдаете, которыми вы управляете. О ваших ожиданиях, надеждах и чего вы ждете от вашей команды. Общайтесь с вашими людьми и выходите в эфир регулярно. Ну, прекрасно, если вы это сможете ежедневно делать. И как рекомендуется какая схема? Вы выходите в эфир, вы, ну, какое-то делаете информационное обращение к своим людям. И потом даете некоторое время, там, 30 минут или час, для того, чтобы люди подумали об этом всем и сформулировали свои вопросы. Определяйте для них какой-то канал, через который они могут задать эти вопросы. И потом вы повторно выходите в эфир и отвечаете на эти вопросы. Без лишних и ложных ожиданий, максимально достоверно и сообщая максимально твердую информацию. Собственно, вот такой формат общения полезен в обе стороны. И вам, как лидеру, руководителю, очень полезно знать, чем живут люди, что они думают, что их беспокоит. Скорее всего, вы увидите, что беспокойство из разных плоскостей. Вы думаете об одном, они думают о другом. И вам нужно уметь на их уровне дать ответы и успокоить их. Ну а второе, когда вы, как лидер, откровенно выходите на разговор, вы искренне и вы с доверием к своей команде, то они уже в этом чувствуют большую поддержку. Вот, поэтому вот такие три практики. Первое, центрирование на контакте с собой. Второе, общение в круге единомышленников в сторону оперативных и стратегических задач. И третье, это открытая коммуникация со своей командой. Для того, чтобы лидерам делать это, скажем так, в сложившихся, изменившихся условиях. И мы не знаем, это временно или, может быть, это такой постоянный тренд. Но мне так видится, что это постоянный тренд, который требует развития навыков в двух направлениях. Это умение управлять процессами бизнеса дистанционно. И это умение быть максимально осознанным и управлять своим эмоциональным состоянием. Я подготовила для вас два дистанционных курса, которые вы можете изучить для того, чтобы освоить эти два навыка. Под этим видео вы можете найти ссылки на два курса. Первый курс – это управление дистанционно командой, то есть удаленка, управление удаленными процессами. И второй курс – это управление эмоциями. Перейдя по ссылке, вы подробнее можете изучить информацию о курсе, чем он наполнен, какова программа и условия участия в этой программе. Если вы смотрите это видео в Instagram, в IGTV, то вы можете найти эти ссылки в шапке профиля. Также оставляйте комментарии под этим видео. Для меня очень важен ваш отклик и насколько то обращение, с которым я к вам пришла в этом видео, насколько оно вам откликается. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...